Всем привет! Продолжаем гулять и путешествовать. Сегодня я покажу вам фонтан Садко и Царина Волхова. Он находится в центральной части города Великий Новгород. Открыт в 78-м году, прода потом реконструировался. На реконструкцию было затрачено почти 9 миллионов рублей, но это ремарно. Композиция создана известным новгородским скульптором Эдуардом Николаевичем Курилевым. Раньше здесь располагался бюст Сталина. Ну, немножко о Садко, наверное. Садко был обыкновенным, в общем-то, музыкантом, который зарабатывал на хлеб тем, что играл на различных мероприятиях, скажем так. И вот однажды у него не стало денег, и он очень расстроился, пришел на берег Эльминьозера, целый вечер изливал свою душу, играл на гуслях. Его пение очень понравилось морскому царю. Он его пригласил к себе. Вот, он для него играл, пел. В результате они договорились с царем, что он его отпустит. А точнее, если честно говоря, он, конечно, сбежал и прихватил с собой красавицу Черноаву. После этого он начал зарабатывать некие деньги, вот как-то вез товар и разыгрался шторм. И он понял, что это как раз царь морской зовет его к себе. Вот опять он прибыл к царю морскому, но и обратно от него сбежал. Ну, это вот вкратце такая одна из версий. А версий, кстати, очень много. По-моему, две или три. Ну, конечно, это фривольная версия в моем изложении. В 1897 году была создана опера Николая Андреевича Иринского-Корского. Потом был снят в 1952 году фильм-сказка режиссера Александра Петушко. Потом были различные мультфильмы, детские спектакли и так далее, и так далее, и так далее. Я вот помню по своему детству, что Садко играл Столяров. Очень был фактурный такой актер. Многие, наверное, его помнят. Ну, так вот, здесь же показано, что у Садко была невеста Любава. А Садко нравился дочери морского царя Волхоя, так ее звали. И вот как-то вышла красавица Волхова на берег, чтобы увидеть, услышать, как играет на гуслях Садко и видит, а на берегу целует Садко земную девушку Любаву. Конечно, она расстроилась, развернулась, пошла прочь. А из ее синих глаз катились горькие слюзы, падая на землю, превращались в нежные цветы ландыша. Так ландыш стал символом чистой и нежной любви. Ну, это вот такая версия. Ну, собственно говоря, и все. Вот такой фонтан красивый. Действительно, здесь постоянно очень много народу, который гуляет. Я там был, мед с пивом пил, по усам тепло и, самое главное, в рот попало. Поэтому, вдруг будете в Новгороде, точно не пройдете этот памятник. В Великом Новгороде. А еще говорят, что Садко – это прообраз стоящего человека, купца. Вот и все. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Как мог, так коротко рассказал. Прошу, конечно, прощения у историков-культурологов. Все, пока-пока. Всем привет, до свидания.